Вы даете добровольное согласие на эту репутацию? Да. Вы даете добровольное согласие на его публикацию? Да. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста, полностью. Командир разведывательного взвода, разведывательной роты 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии лейтенант Салладислав Алексеевич. Число, месяц, год рождения? 26 сентября 1997-го. Где вы родились? В Кабарино-Балкарской республике, поселок Малакановский Прокладницкого района. Где вы фактически проживали? Город Санкт-Петербург, улица Лахтинская, 9, квартира 4. Вы проживали с мамой и папой? Да. Брат сестра есть? Младший брат. Младший брат. Значит, я так понимаю, вы не женат еще? Нет. Не женат. Теперь давайте последовательно. Как вы попали в Украину, как вас сюда отрежали, как это все происходило? 12 февраля загрузились в эшелон, погрузили технику и отправились в Белгород на учение. Откуда? С города Нарафа-Минска, с части. Еще раз номер части, пожалуйста. 91-71. Так. Прибыли в Белгородскую область, дальше выгрузили технику и переправились. Места не помню, первая дислокация, поле, кругом лес. Там пробыли около 4 дней, свернули лагерь, переправились до деревни Акулиновка. Там разбили лагерь, простояли также 4 или 5 дней. Далее неоднократно показывали видео о том, что украинские диверсионные группы переходят в границу России. Показали несколько уничтоженных БМП, горящих. Это уже какого числа? Это числа 20-го. 20-го февраля вам показывали фильмы о том, что Украина... Не фильм, а видео, там буквально 3 минуты. Украина... Диверсионные группы... Ну, история была такая, что диверсионные группы пересекли границу, а Россия в составе нескольких БМП, двух, показали, как эти БМП горят. Сказали, что пограничные войска уничтожили их. И 23-го числа вечером собрали документы и телефоны. Стоп, давайте остановимся на секундочку и попробуем проанализировать логичность действий украинской армии на вот этих самых БМП. То есть, получается, по логике, мы решили отправить парочку своих БМП, для того, чтобы их расстреляли, и все. Правильно? Ну, как нам сказали, что это диверсионная разведывательная группа, и они прощупывают местность. При этом мы знаем, что 140-тысячная ваша армия стоит вдоль нашей границы. Мы отправляем на убой две наши, два наших экипажа. БМП, чтобы что-то прощупать. Но этим вопросом я не задавался. Я понял, нет, нет, я понимаю, что вы не задавались, может быть, я просто пытаюсь про логику. И зачем, с какой целью мы пересекали границу... Чего, Беларуси, да? Нет, России. Россией. С какой целью мы пересекали? Ну, это мы тоже не знаем. А подумать, мой офицер, с учетом того, что есть беспилотные летательные какие-то вещи. Есть беспилотные летательные аппараты, есть, в общем-то, аэросъемка, есть спутниковая связь. Ну, также говорили, что началась война в Донецке-Луганске. Началась, да, в 14-м году. Ну, вот, прямо перед командировкой, то, что опять начинаются боевые действия там. Но они там не прекращались. Ну, да. Ну, усилились. И то, что эти группы отправлены, чтобы разведать перемещение наших войск. Потому что у нас вывелит это научение. А вы знаете, что к этому времени данные уже и западных разведок, и украинских разведок полностью показывали перемещение ваших войск? И для этого не нужно было туда никого отправить? Нет. А, я так понимаю, преподносилось это все под видом того, что Украина собирается вторгнуться на территорию России? Такого разговора не было. Командир полка неоднократно говорил, что это обычное учение. Не, я просто имею ввиду эти БМП, они, кроме разведывательной функции, у них что-то еще было? Нет. Ну, ничего не было. А просто направили два БМП, что-то там разведать, их сожгли. Ну, вот, видео показали, что вот две БМП уничтожены, и неоднократно, ну, ограниченные войска сталкиваются с такой ситуацией, что диверсионные группы преодолевают территорию, и, ну, происходит конфликт. Ну, то есть, перестрелки... При этом в открытых новостях об этом нет ничего. То есть, украинские БМП, фактически украинские войска вторгаются на территорию России, вам показывают эти ролики довольно, но в открытых источниках об этом ничего не говорят. В открытых источниках не говорят о вторжении Украины на территорию России. Интересная история. Хорошо. Дальше, 23-го числа у нас собирают телефоны и документы, объясняют это, что мы выезжаем до границы, встаем там лагерем, на три дня выдают с Сукпай воду на три дня, дальше говорят, что через три дня вы возвращаетесь обратно, собираете свою технику, которая не доехала, часть техники не доехала еще с рампы, с эшелона, потому что техника, по большому счету, старая, и возвращаетесь к концу месяца в дивизию. И все. Такой был расклад. А зачем для этого собирать документы и телефоны? Потому что, как объяснили, что по телефону могут запилинговать сигнал и ракетами нанести удар по месту дислокации нашей. То есть предполагалось, что мы будем сопротивляться? Сказали, что возможно будут какие-то... Нет, 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 не так. Они же им еще не довели, что они вторгаются в Украины. Это мы, якобы, должны были со своей территории нанести по ним ракетный удар. Спровоцировать нас на агрессию. То есть нам, получается, хотелось, чтобы в Торресе. По словам командования, это так. Вы соизмеряете момент, ну просто Лукашенко тоже об этом говорил, что если бы мы на них не пошли, то они бы пошли на нас. Вы, как офицер, солдатам я этих вопросов не задаю. Но вы, как офицер, понимаете, что у украинской армии банально не было просто сил никаких для вторжения в Россию. Нет, не численностью, не техникой для вторжения в Россию, это никак невозможно было бы сделать. И более того, это был бы прямой повод для вторжения в Украину. То есть это нансенс. Но вы это понимаете или нет? Да. А можно ли предположить, что Россия использовала вот такие вот информационные компании, наоборот, для того, чтобы иметь повод для вторжения в Украину? Думаю, да. Давайте прямо я спрошу, вторглась ли Россия в Украине? Да. То есть это как это называется? Ну, оккупация. Украина, российские войска без причины вошли на территорию Украины, объявили войну. Точнее, президент объявил войну. Нет, войну не объявляли. Вы ролик смотрели, там говорилось это слово чудное. А миротворческая операция? Специальная. Специальная. Операция. Операция, да. Специальная операция, которая заключается в том, чтобы освободить нас, украинцев, от каких-то нацистов. И так, нацисты, как вы себе их представляли, кого и от кого вы должны были конкретно освобождать? Ну, про это у нас речи не было. Поэтому я не представлялась, что. Даже граница пересечена. А пересекли мы ее в ночь. Стоп, вам не доводили, чтобы вы будете пересекать? Ну, вот вы сели на свою технику, и вы куда-то поехали. Вы задавались вопросом, куда? Да, нам четко сказали, вы едете до границы. Вы станете своим полком в составе дивизии. Ну, так, дивизия состоит не из одного полка, а из нескольких, что мы на определенных промежутках будем стоять и держать, точнее, займем определенный участок местности перед границей. Ну, хорошо, а мы попали, будет, в Украину. В ночь 24-го числа, уже утром, когда нас высадили, нам сказали, вы находитесь на территории Украины. Так. Вот, колонна... Зачем вы находитесь на территории Украины? Или я так? Опять же, командир полка лично, ну, офицерскому составу моего ранга не доводит ничего. Был начальник разведки, который сказал, остановились возле города Тростенец, по-моему, так он называется, сказал, что собираем колонну в этом районе и движемся дальше. На вопрос, куда дальше мы едем, а в следующий город, в какой, в какой узнаете, когда вы доберете из оттуда. И толком ничего не было сказано. Видел старшее командование, что оно находилось в колонне. Толком ничего никто не мог рассказать. И простояли первый день возле Тростенца, собрали колонну, которая постепенно доезжала. И на следующий день поехали дальше по проселочной дороге, не заезжая в крупные города. Никаких контактов с местными жителями у вас до этого не было? Нет, не было. Какая колонна была? Колонна в составе дивизии, точное количество сказано... То есть, минус сколько автомобилей? Ну, с полка около 80 единиц техники, к вечеру доехала. А выехала сколько? Выехала больше ста точно. А остальные не доехали? Остальные не доехали. Сказали, что некоторая часть еще до границы встала. Некоторые после... Личного состава сколько? У меня шесть человек. Нет, в колонне. А, в колонне тоже не знаю. За полк, ну, около 600-700 человек. Понятно. Что было дальше? Дальше, ночь мы стояли возле города Трассенец. В начале колонны были слышны выстрелы. Сказали, что эта диверсионная группа обстреливает нас. Всем сидеть в машинах, не улазить. Запустили беспилотник свой. И сами же его сбили. Вы запустили, и вы же его... Ну, в начале колонны там находилось командование. Они запустили беспилотник, квадрокоптер. И буквально через минут 10 его уже сбили. Зачем? Или как? Они думали, что это диверсионная группа... Ну, сначала пошли выстрелы. В начале колонны нас рассадили в технику по своим машинам. Сказали ночь ждать в технике. И в Тримплекса было видно, что мелькает зеленый огонек в небе в начале колонны. И по нему идет с огонь. Наутро сказали, что это был свой беспилотник, и его сбили. Дальше мы поехали по просовочным дорогам. А так он долго пролетал, получается? Ну, минут 10. Не больше. Они сбили, они сами запустили? Сами запустили. Как они сами могли не знать, что это их беспилотник? Да, потому что запустили в начале колонны, и пехота начала по нему стрелять. Связи особо не было. Связь не во всех машинах есть. Потому что машины старые. Порядка 50. Понятно. Вторая армия мира, в общем, ладно, так. Ясно. Дальше ехали практически весь день без остановки. И под конец, к исходу дня, я ехал, обогнал колонну. Шел вторым в колонии за танком. На дороге был уже сгоревший танк, он догорал. Машина остановилась буквально в 10... Баш танк? Ну, я не знаю. Скорее всего, наш. Он был полностью разбит. Башня валялась в поле, и догорали уже гусеницы. То есть сам каркас, он, практически его не было. Машина остановилась. Моя машина заглохла. Метра 10-15, наверное, от этого горящего танка. Колонна проехала мимо. И последняя БМП, которая двигалась с колонны. В тот момент колонна состояла из 20-25 машин. Это около 4 танков. 3-4 Урала и... Остальные по дороге отставали. Наломались и оставались там же. То есть выехала 120 и доехала... Ну, не 120, около 80. 80. Да, постепенно по дороге каждая машина через километров 5-6 она вставала, вставала, вставала. Ну, мы видели, что они закипают, дымятся. Можно вас спросить, как думаете, в России люди хорошо живут? Вообще отдельный вопрос. Ну, смотря... Высокий социальный уровень жизни? Ну, я бы не сказал. Обеспечение. Сколько Россия тратит бюджета своего на обеспечение армии? Ну, довольно много она тратила, но по факту... А как вы думаете, куда пошли эти деньги после ваших рассказов? Это понятно, куда они идут. Ну, точно не в армию. Хорошо, дальше. Доехало вот этих, там, 25 машин... Куда подоехали? Места не знаю, потому что карты у меня не было. У вас у всех, говорят, что не было карты? Карта была такой командира полка. А навигации? Нет, навигации тоже не было. Ну, вы же разведчик у вас должна быть. Ну, как бы разведчик, офицер, да. Он шеф-офицер. Вы себя кем чувствовали в этот момент, просто мне хочется... Я обычный командир зоды, который закончил космическую академию. Космическую академию закончили? Да, космическую академию Можейского, в Санкт-Петербурге. По распределению попал в разведку. Подождите, обычный или необычный... У вас же есть ответственность за подчиненное? Конечно. Ну, и вот вы идете слепыми котятами, да? Нет, почему? Командирский танк шел впереди, у командира была карта, и он вел колонну. Понятно. То есть, ну, вы ориентируетесь на него? Окей, да, нормально. Дальше машина заглохла, все проехали. Сзади шли одна БМП и два или три Урала, не помню. БМП подъехало сзади, чтобы с толкача завести машину. В итоге прям затолкнуло в горячий танк, на гученицу, которая горела. Рядом прозвучал взрыв, там, на баллон наехали, на воздушный баллон. Уралы сразу с места стартанули, уехали за колонной дальше. БМП развернулось и тоже в сторону колонны. Я с солдатами остался один. Можно о ваших эмоциях или ощущениях спросить в этот момент? Я изначально не понял, что это баллон взорвался. Я думаю, там прилетел то ли арт, выстрел, то ли ракета. Страшно было очень. Все, что успели достать, это один спальник. Сух парек и побежали в сторону леса. Я думаю, что коллега Муни спрашивал про другое. Просто у вас есть такой лозунг, слоган в российской армии. Это своих не бросаем. Как так получилось, что целую... В общем-то и боевых действий никаких не было. Уже все разбежались в разные стороны и всем плевать на все. Бросили офицера и сколько? Семь человек еще? Пять солдат. Пять солдат, офицеры и все на газы разбежали. Бросали все-таки свои. Ну, получается, что так. Я сразу солдат забрал. Перебежали через поле. Сначала мы попытались добежать до колонны. Ну, за колонной пойти. Возможно, кто-нибудь бы остановился. Но колонна ушла. Мы повернули до лесополоцы. Перебежали через поле. Сели там ждать. Надеюсь, что кто-то за нами вернется. Никого не было. Солдат сказал, что мы идем в сторону границы, откуда приехали. Перейдем границу и... Сколько вы шли по мне? Около трех дней. Что вы грушили? С собой было пару бутылок воды и суп-пай. Суп-пайов сколько было? Пару штук. Хлеб был тоже. И все, что это у нас было, все, что мы с собой взяли с лагеря, это палка колбасы, хлеб и суп-пайов. Чем закончился ваш поход? На третий или четвертый день мы вышли к какому-то... Была дорога, небольшой лес и вдалеке виднелась деревня. Мы решили обойти ее. И по дороге ехала машина, седан остановилась, вылез мужчина. Вот, пошел в нашу сторону. Мы перебежали через поле, побежали в сторону леса. Буквально через минут пять-шесть прям на середине поля, поле было очень длинное, километра два, наверное, услышали, что нас начинают стрелять. Добежали до леса, на пушке леса сели. Со стороны леса уже нас окружили местные жители. Первый выстрел, и сразу все затекло кровью. Это вас попали из охотничьего ружья? Дальше что было? Дальше я попытался отползти, насколько это было возможно. Вот, потом произошел... А охотник с одного выстрела, в дроби, короче? Взрыв, недалеко от меня. Я немножко, ну, как бы отключился. Не знаю, насколько, но когда уже проснулся, подо мной лужа крови, солдат, он говорит, что мы сейчас сдаемся, я стою первый, складываю оружие, и вы делаете в точности все, что делаю я. Все, ну, начали, там следствия кричать, что ребята, сдавайтесь, все будет нормально, никто стрелять не будет. Я встал, сложил оружие, мне дали команду сделать около десяти шагов назад, с вытянутыми руками, отошел. Солдаты все то же самое сделали, подбежали местные жители. Со стороны дороги уже порядка пяти-шести машин было, машины начали двигаться в нашу сторону, сержант Соколов был, он говорит, окажите, пожалуйста, помощь первому. Тут же, ну, меня посадили в машину, сначала осмотрели, вызвали скорую, сказали, что скорой будет долго ехать, надо везти в больницу сразу, и отвезли в больницу, там мне перевязали, наложили повязку. А что со стороны в бойцами в этот момент происходило? Их отвезли участок полицейский. По фамильному их можете вспомнить? Да. Можно? Ну, это все мои пять солдат, сержант Соколов, механик, водитель Картушов, наводчик Сидиков, и два старших разведчика, Безруков и Анцухов. Ну, Безруков был точно уже, младший сержант Безруков. Да? Ну, ладно, окей, может, что-то еще не было. Смысл в том, что эти фамилии вы уже можете найти на канале, можете посмотреть уже эти видео. Да. Дальше что? Все, дальше меня передали в СБУ. Ну, это уже неинтересно. Вам медицинскую помощь оказали? Да. Как вы вообще оцениваете действия украинцев, которые вас повезли в больницу, и все такое? Я, ну, очень благодарен, что сразу оказали первую помощь, объяснили всю ситуацию, что тут никто не собирается воевать, здесь нет никакого нацизма, здесь был до нашего прихода мир. Вы сейчас не видите на один глаз. Что говорят наши медики? Ну, сказали, что, ну, доктор приходит каждый день, осматривает, сказалось, что через пару месяцев картинка проявится, уже есть улучшение, и в скором времени буду видеть. Не сразу, конечно, но все равно наладится. Давай уже договорим просто, и да, и вот еще вот эти все стандартные вопросы пройдем, и потом позвоним вашим родственникам. Чувствуете ли вы вообще за собой? Ну, вообще, я хочу сказать, что вы, прямо скажу, пока лучший просто, потому что правильные действия, вывели своих пацанов, никто из них не погиб, все, в принципе, правильно сделали, то есть фактически спасли своим ребятам жизнь. Поэтому, здесь, как бы, можно ставить пример. Но чувствуете все-таки ли вы в себе какое-то раскаяние, какую-то вину за то, что происходит или произошло? Ну, так как я являюсь офицером вооруженных сил Российской Федерации, то, что войска делают здесь, то, что здесь происходит, я за это очень сильно себя угнетаю. Мне не то, что стыдно, мне даже больно как бы осознавать, что это творит наша армия. Если бы, допустим, вы все знали наперед, как бы вы поступили в момент отправки в Украину? Я бы, напрочь, отказался вообще вступать сюда, даже сесть на машину или отдать своим солдатам приказ выгодить. Я понимаю, но вам же не доводили, что вы идете в Украину, а как бы вы поступили? Если бы мне сказали, что вы пересчете границу, вы едете туда. Не-не-не, вот вы знаете, представим гипотетически, вы знаете наперед, что вас отправляют в Украину, да? Но в тот момент вам этого не доводят. Просто опять играют этого дурочка, садитесь, поехали, марш куда-то покатались, что бы вы сделали? Сломал бы машину свою, чтобы она не завелась никаким образом. А вас садят на другую, что-то говорят, ну, вон тебе другая машина едет. Я бы напрочь начал отказываться, если бы понимал, что приеду в Украину. Что вы можете передать вообще людям, которых отправляют в Украину из России? Солдатом, офицером. Чтобы ни по каким предлогам не велись ни на что, оно тому не стоит. Это... Я даже не знаю, как сказать это. Приехали сюда реально как нацисты. И... потому что здесь творится... А здесь нацистов не нашли? Я так понял. Здесь я даже военных не увидел. Здесь я увидел реально мирных жителей. Ну, вы не успели увидеть военных на вашей части, просто вам повезло. И еще раз говорю, действия, в принципе, были правильные. Да, потому что вышли сразу же и пошли и сдались, по сути. Потому что вас взяли в плен мирные жители, по сути, если бы там было заслуга. И потому что в самом начале. Сейчас я после всего я даже не знаю. Давай набирать тогда русский. Да, я нажму паузу, чтобы... Угу. Алло, мам, привет. Привет, сыночка, мой любимый. Как дела? Да, у меня все хорошо. Ничего. Все хорошо? Да. Как у вас дела? Да. Да ничего, нормально. Уже меня. Врач сказал, что уже через пару месяцев зря не вернется. Все нормально. А врач идет, смотри? Да, каждый день хирург приходит, осматривает, прокапывает антибиотиком и каплями. Тоже капли дали, чтобы... сам прокапывал. Так все хорошо. Все зажило уже. Ты меня не обманываешь? Не-не-не, правда, мам. Видео сможет помочь. Да, видео сняли, уже лучше. Отек спал, глаз открывается. Видео на канале Ищи своих. В какое время не знаю. В Телеграме завтра. В Телеграме завтра можете найти. Там увидишь, что правда все хорошо. А этот кровопотек, где что-то он могло длину? Нет, уже, да, уже соспал, все хорошо. Вас кормят? Да, кормят. Три раза в день. Каша с утра, вечером, в обед первое, второе. Еще первое, второе? Все хорошо, да. Понятно. Мы тебя ждем домой, сыночек. В каком статусе вы находите? В каком статусе я числюсь в своей воинской части, ты знаешь? Ну, в статусе пленого. В военнопленного, да? Все, походи. Да. Когда в последний раз туда звонила? Ну, мы звонили, нам несколько раз мы звонили, они ничего нам не отвечали. Потом уже как-то кто-то из офицеров нам сказал, что командир батальона и еще там кто-то, кто-то начальник, они погибли. И в общем, пока никакой информации нет. Ждите. Мы написали заявление с отрицей солдатских матерей о том, что мы требуем, чтобы наших детей вернули. И все, пока ждем, но там какой-то адвокат работает. Это что вы сделали, чтобы вернуть домой меня? Что мы сделали? Мы написали заявление, требуем о том, чтобы нам вас вернули. не только тебя, а вот шесть мальчиков, которые вот с тобой и на видео, и которые когда вас взяли в плен. А что за адвокат, интересно? Адвокат? Как что за адвокат? Я прошу прощения, я журналист. Вас, скорее всего, разводят на деньги, адвокат здесь не поможет ничем. Поэтому отказывайтесь от услуги адвоката. Это лишняя трата денег. Нет, подожди, стой. Может быть, адвокат работает непосредственно... Нет, нет, адвокат, он, это бесплатный адвокат, это столица фолденских матерей там. Они помогали составлять заявления, документы все. Нет, нет, это адвокат, который работает. Не в том плане, что мы наняли адвоката, а в том плане, что нам как помогают составлять вот это все. Правильно. Наши обращения. Про вторжение, если можно. Как ты считаешь, армия России вторглась в Украину? Что-что, я не поняла. Я говорю, как ты считаешь, армия России и вторглась в Украину? Я не была там, не знаю, вторглась она, вторглась. Вам по новостям показывают, что все нормально? Я не смотрю, что в окнах есть. Я не могу их смотреть, потому что я начинаю плакать. Я смотрю только вот еще своих, вот Александра, вот. Я с тобой видела. извините, я вынужден в торг вмешаться. Можно вам вопрос задать? Здравствуйте, меня Владимир зовут. Здравствуйте. Можно вопрос? Да, конечно. Ваш сын в Украине? Ну, вы верите в это, да, понимаете? Он в Украину зашел, как кто? Как солдат российской армии, исполнявший приказ. Так российская армия вторглась в Украину? Слушайте, ну, как я могу вам сказать? Я не разбираюсь ни в политике, ни в поверных действиях. Не, но тут же есть, но тут же есть, как бы, объективные факты и объективная реальность. Ваш сын находится в плену в Украине. Он зашел в Украину в статусе военного, российского, и вы прекрасно знаете, что не он один. Ну, то есть, мы можем здесь сделать какой-то логичный вывод, что армия России все-таки вторглась в Украину? Ну, 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 конечно. Окей, а кого можно винить в происходящем? Кого нужно винить в происходящем? Ну, да, можно или нужно винить в происходящем. я думаю, глав государств, которые сейчас воюют. Скажите, пожалуйста, чем перед вами виновен глава Украины? Ну, я думаю, что, наверное, он провоцирован как-то предосторжение. А как? Нет? Ну, как, нет, ну, я спрашиваю, просто, может быть, вы знаете, как именно он спровоцировал это вторжение? Ну, я не знаю, как, но просто так же не пошла бы российская армия до границы Украины. Это же те, в двух словах. Ну, просто так не пошла бы, конечно, но, может быть, это все-таки не Украина спровоцировала, а российское, как раз российское правительство нашло повод для того, чтобы вторгнуться в Украину. Вы не думали? Ну, просто факты свидетельствуют о втором как раз утверждении. Вы знаете, Владимир, я хочу вам сказать так, мне жалко и наших солдат, и ваших, и ваших людей, и вообще братский народ, и для меня, конечно, не надо... пожалуйста, только я вас очень прошу, не надо фашистов называть братским народом. Вы не братья, фашисты нам не братья. Фашисты, которые вторглись на нашу территорию, убивают наших людей, утюжат наши города, они нам не братья вовек. Поэтому, давайте без этого просто. В целом, в целом, окей, я понял, я понял. договаривайся. Логически, если подумать, то мы вторглись в Украину. Так, я просто договорю два слова. Я на вашего сына никакого влияния не имею. От того, что он скажет сейчас, или скажете вы, или скажу я, ничего, это ни на что не повлияет. Это чисто информационная тема, то есть просто, вот просто, для восприятия зрителя. И не больше, не меньше. То есть он может говорить все то, что он считает нужным, и вы тоже. Я говорю то, что... Мам, сейчас наши же войска обстреливают украинские города. Да, в том числе. Ты понимаешь, что меня могут убить наши же ракеты, как любого украинца? Конечно, понимаю, сынок. Вот. По поводу провокации, кто что спровоцировал, тоже не имеет значения. у нас виноват президент, мы не докажем. Провокация была не со стороны Украины. Это все, если вам показывают это по телевизору, то все сфабриковано. Поверь мне, я когда сдавался в плен, к мне было человеческое отношение. Даже с пробитой головой, истекая кровью, мне тут же оказали первую помощь, несмотря на то, что я пришел сюда как оккупант. И отнеслись ко мне очень хорошо. Заканчивайте разговариваю. Ладно, мамуль, надо заканчивать. Передай привет всем. Даша, привет передай. Кстати, как она? Ты сейчас ее наберешь, ладно? А, все, все, ладно, я понял. Все, ладно, мам, целую тебе. дожди, она сейчас уталнушка. Я очень люблю тебя, люблю тебя. Люблю тебя. Давай, мамочка. Алло? Алло, Дашенька, привет. Привет, Влад. Как дела у тебя? Все хорошо, я очень рада тебя слышать. Я тоже рад тебя слышать. У тебя точно все хорошо? Да, я очень скучаю. Как твое самочувствие? Да, все хорошо, Дашулечка. У меня все хорошо. Ты домой собираешься? Я через 4 дня примерно календру домой, я вернусь. Все, хорошо, зато. Давай, ты домой поедешь и там будешь ждать дома с родителями. Хорошо? Я сдавлюсь сразу, как ты рассказываю. Что-то будет здесь, как твое здоровье. Все хорошо, Зая, не плачь. Все хорошо. Угу, не плачь. Все в порядке. Я люблю тебя. Я тоже. Держи, времени нету, много разговаривать, с матерью поговорил, можешь ей набрать, все правда хорошо, дали возможность набрать тебе буквально на минутку рано. Видео завтра сможете. Завтра видео выйдет ищи своих в телеграме можно будет найти. Все заканчивается. Да, я постоянно смотрю. Все, Дашилечка, пора заканчивать. Я люблю тебя. Передай спасибо, что дали набрать, и я тоже люблю тебя. Все удобно, зайка. Да, все удобно. Как бы не за что. Спасибо большое. Еще раз, все это делается для того, чтобы ваши люди посмотрели, подумали немножко, задались вопросами. Каким это таким образом Украина спровоцировала нападение. Я не знаю, подали к какому-то минимальному анализу, то, что говорят по телевизору. Я понимаю, что если по телевизору 30 лет говорят одно и то же, долбят, 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 так каждый день. Я в первый раз с матерью разговаривал, она по телевизору говорит, что все нормально, войны никакой нету. Она говорила? По нашим каналам показывают, что все как и положено, что наши войска встречают там нормально. Я говорю, не верят этому бреду. Зайди в Телеграм, посмотри в интернете новости с украинской стороны. Здесь происходит реальный геноцид. Здесь просто так не объяснить тебе по телефону. Окей, хорошо, спасибо.